Привет, меня зовут Павел Абастов. В этом видеоуроке ты узнаешь, качественный контент в инстаграм, что это? Мне очень много поступает вопросов, типа, Паша, что такое качественный контент? Это хорошее фото. Мне что, нужно нанимать фотографа? Отвечаю. Во-первых, это визуал, то есть фотография. Она должна быть красивой и качественной. Если ты хочешь получить хорошее фото себя, то не обязательно для этого нанимать фотографа. Или бежать покупать дорогие брендовые вещи. Все проще, чем кажется. Главное на фото выглядеть хорошо и опрятно. Показывать свои эмоции и чтобы фотография была необычной. А если говорить про качество, то любой современный телефончик выдает неплохие снимки, если уметь им пользоваться. Помимо этого, я тебе рекомендую посмотреть видео про создание фото и про позирование и так далее у меня на YouTube канале. Там я показываю то, что не уместить вот в этот коротенький видео урок. Если же говорить про создание контента, то многие просят своих друзей, чтобы они их сфотографировали. Ну а если друзей нет или они есть, но не умеют фотографировать, да-да, не удивляйтесь, то всегда можно попросить проходящих мимо людей тебя зафоткать. Мой совет. Проси именно молодых людей и подростков. У них точно руки растут из правильного места и они тебя нормально сфотографируют. Да и вообще, я знаю очень много инстаблогеров, молодых парней и девушек, которые настолько преуспели в создании крутых фото, что им не нужен даже фотограф. Они фотографируют себя сами, используя функцию таймера на телефоне, плюс селфи-палки, штативы и само собой свои прямые руки. Было бы желание. Самое главное правило инстаблогера это постоянно снимать и себя тоже. А придя домой, все это можно будет отсмотреть, обработать и само собой опубликовать. Чем больше фото, тем лучше. По поводу локаций переживать тоже не стоит. Если ты живешь в маленьком сереньком городе, то научись создавать контент из-за чего. На том же ютюбе тысячи видео с идеями для фотографий и в том числе и на моем ютюб канале. Да и почти в любом городе есть крупные торговые центры и магазины, где уже за тебя продавцы сделали декорации. А с приближением нового года и разных праздников, там вообще можно столько крутых фоток наделать, что просто ух. Что делать не стоит, так это перебарщивать с фильтрами и обработок. Я про девушек, которые делают себя стройнее через обработку, а не спорт. Да и много ретуши и овер тысячи фильтров, которые делают фотографию слишком обработанной и замазанной. Нет. Да, можно добавить немного резкости и осветлить фото. Ну ладно, ладно, еще насыщенность можно добавить, но на этом все. Часами сидеть и обрабатывать одну единственную фотографию, ну уж нет. Чем фото натуральнее, тем лучше. Также я не советую публиковать картинки из интернета и заниматься воровством чужих фото. Выдавая за свои инстаграмы, то рано или поздно заметят и тебя заблокируют, а картинки из интернета просто засоряют твой аккаунт и ленту твоих подписчиков. Поэтому даже не трать на это время, а лучше придумай про что будет твой инстаграм профиль и в каких цветах. Кстати, про это я тебе расскажу в следующем видео уроке, поэтому с тебя царский кредский лайк и увидимся в следующем уроке.